всем привет в эфире континент меня зовут игорь цесарский сегодня долгожданная встреча с нашим автором человеком который рассказывает об американской истории и не только вот и не только подчеркиваю это вы уже видите те кто смотрит нас на экране иван денисов иван приветствовать здравствуйте как всегда очень рад нашей встрече пауза была но лето сами все понимаете лето да но мы договорились так уж вышло что мы с иваном наблюдали только с разных концов одним и тем же событием это был чемпионат европы по футболу кстати и американский был параллельно шел так что было не то что чем заняться есть многое чего другое как вы господа понимаете но тем не менее мы сошлись и очень приятно в этом что команда которая была лучше действительно победила вот это очень важный момент тот кто лучше должен побеждать но не всегда так случается сегодня господа мы давно обещали что не бросим тему которая связана с кинематографом и вот настал такой момент тем более летний момент когда есть возможность и главное хороший повод этой теме обратиться совершенно верно для начала я как бы спешу успокоить тех кто полюбил наших сенаторов что третий будет никуда он не денется но как вам и говорили решили прерваться опять же лет сенатор хоть по прежнему попробуйте его угадать он у нас на очередь и два таких коротких момент еще добавление от меня но к сожалению или к счастью не знаю обязательный призыв подписываться на вашего покорного на бусти потому что там можете найти много чего на самые интересные разные надеюсь интересные темы и тоже не устаю повторять можете со мной связываться выражать какие-то пожелания соображения что захотите а и второе я никого не хочу обидеть я понимаю что это как бы меньшинство но уважаемые слушатели подписывайтесь и на континент чтобы потом не в комментариях я их читаю поверьте мне мне не встречались бы лесные но несколько странные вещи вроде того а кто этот оратор почему я раньше его ни разу не видел спасибо его можно я добавлю насчет подписок есть telegram как к нему не относись но вот удобно вы знаете вот сегодня чтобы быстро списаться я послал записку и вам тут же мне ответил то есть какой-то степени он функционально удобен так вот иван там открылся я думаю там тоже что-то будет интересное появляться так что обратите внимание и на континент телеграме и на аккаунт который открыл иван да совершенно наверное и второе просьбы про передачи о трампе и рейгане опять же уважаемые зрители у нас было рейган легко можете это найти да это было где-то года полтора назад но передача она никуда не делась до нее липкие ручонки цензоров не дотянулись так что пожалуйста все под рукой трамп мы теперь сами видите рано когда уже будет в истории а мы надеемся что мы продолжать будем долго с вами общаться вот мы еще до трампа конечно беремся так вот рейгана вы не случайно же упомянули сегодня есть повод и вот раз рейгана мы вспомнили и опять же не просите про него рассказывать это уже было то летом как вы знаете выходит много фильмов и этим летом в августе выходит представьте себе фильма о рейгане естественно я его не видел и не могу гарантировать ни его качество ни его уровень но судя по трейлеру и судя по тому что якобы как и все в интернете нейтральный канал amdb главный такой агрегатор информации уже занес этот фильм в правую пропаганду заметьте фильм про че гевару в левую пропаганду там не занесли а про рейгана пожалуйста все вот это пропаганда то видимо фильм хорош так что надеюсь мы его еще обсудим а пока вот следите за ближайшими кинотеатрами или онлайн кинотеатрами не знаю как его будут еще выпускать но все мы да еще в этом году должны сделать этому фильму кассу или по крайней мере дать ему должное количество просмотров дэннис квейт сыграет сыграл уже рейгана и хотя может показаться что он не очень похож но известно что квейт актер сильный к рейгану относится с уважением это я проверял и судя по трейлеру его пластику манеру говорить передал довольно точно ну и не знаю в трейлере там она мелькает в эпизоде но моя любовь восьмидесятых годов эпохи видеосалонов лес ленда он играет тэтчер что тоже мне приятно будет посмотреть на нее в этой роль но вообще если говорить о кино антикоммунистическом а рейган кстати фильм основан на книге пола кенгара ныне здравствующего историка и тоже советую вам всем его находить статьи книги читать так вот и в книге и в фильме упор делается на то на антикоммунизм рейган и сегодня давайте мы с вами вспомним некоторые не все хотя к сожалению если постараться можно и все вспомнить увы не так уж и много антикоммунистические фильмы прежде всего разумеется американские а потом ну в общих чертах вспомним кое-что из европы может быть даже из азии но вообще антикоммунизм в соединенных штатах на экране на серебряном экране это немного не то что получала премии и что любили выпячивать сами кинематографисты как-то фильмы о симпатиях к советскому союзу там мелькали часто тем не менее порой можно обнаружить ну да еще в довоенном кино например такой такой фильм как товарищ x один из одна из лучших комедии я считаю где кларк гейбл играет журналисты которые работают в москве и шуток и издевок над советской системой там полным полно более того там еще есть и очень точные так как фильм вышел на экраны в сороковом году есть еще и отличные шутки о том что коммунизм и фашизм но вы помните тогда это были в общем-то союзники что это примерно одно и то же и эта тема обыгрывается к тому же кинквайдер кстати снял фильм по странному совпадению позже любимой советским прокатом из-за экранизации войны и мира но хотя это комедия с таким экшен финалом но там есть и весьма серьезные сцены где показываются и репрессии и это тут уже не до шуток они могут показаться что выпадают из стилистики фильма но в целом как часть антикоммунистического заряда это есть действительно сочетание комедии боевика военного и драмы о том что такое советский тоталитаризм на экране показано ну и можно вспомнить еще фильм эрнста любича ниночка тоже конца 30-х годов с гретой гарба в главной роли где в общем-то тоже советская система высмеивается хотя на мой взгляд так как там действия происходит в основном за пределами советского союза все-таки высмеивается не так умело и и сильно как фильме товарищ x вайдер но во время войны естественно укрепились про коммунистические позиции понятно что союзники но увы укрепились и позиции коммунистов в голливуде у нас был тоже разговор поэтому я не буду останавливаться о расследованиях комитет по антиамериканской деятельности палаты кстати эти расследования они начались еще до войны когда этого комитета не было продолжились после пик был в районе 48 года и тогда был обратили внимание на происходящее тогда стали выясняться весьма и весьма интересные факты о том что коммунисты в голливуде сорвали целый ряд проектов антикоммунистических были даже свои черные списки сценариев которые нельзя было допускать к производству потому что там критикуется коммунизм или советский союз и такой например человек как далтон трамба недавно про него даже фильм сняли я его не смотрел ничего не могу сказать но сильно сомневаюсь что там эта часть его деятельности была показана трамба он открытым текстом говорил что он гордится не своими сценариями а тем что не позволял снимать антикоммунистические фильмы вот так вот но все же выяснилось что в голливуде тогда есть еще люди вполне себе достойные и на слушаниях палаты представители они предстали и в борьбе с коммунистами в голливуде и в профсоюзах прежде всего все тот же рейган никуда не денешься потом можно вспомнить писательницу и сценаристку эйн рэнд можно вспомнить роберта монтгомери прекрасного актера ну фильмы у него в основном аполитичные но он воевал и на слушаниях произнес знаменитую фразу я пошел добровольцем воевать с фашизмом если что я пойду добровольцем воевать с коммунизм кто хочет увидеть этого замечательного человека в хорошем фильме ну я вам посоветую прежде всего фильм их не щадили джона форда где еще джон уэйн играет тоже антикоммунист и фильм снятый самим монтгомери это женщина в озере там правда вы его не увидите почти потому что это весьма любопытное такое можно сказать авангардное произведение так как роман написано по роману чанлер детектив от первого лица то монтгомери снял фильм субъективной камерой почти весь то есть то что вы видите снят с точки зрения главного героя но разные оценки мне фильм понравился поэтому я его тоже порекомендую но в целом все таки те слушания они некоторый успех возымели и со скрипом со скрежетом но в конце сороковых начале пятидесятых годов некоторое количество антикоммунистических фильмов появилось но давайте я вам чтоб тоже вас не перегружать четыре фильма вам назову примерно той эпохи лучший это железный занавес так и называется фильм снят тоже классиком уильямом уэлманом весьма весьма интересным человеком и отличным постановщиком рассказывается там реальная в общем-то история перебежчика и который скрылся из посольства столкнувшись тем что происходит в и в посольстве и в коммунистической системе и помимо собственно говоря интриги криминально но не криминально шпионской скорее фильма хорош тем что он показывает не только ну собственно говоря вот деятельность посольство и как советский тоталитаризм даже на расстоянии от советского союза уничтожает людей подавляет индивидуальность но еще и то что он показывает как американские либералы становятся сообщниками коммунистов и в общем и целом помогают им уйти от ответственности или их прикрывают или делают возможной их деятельность поэтому железный занавес сорок восьмого года да на эндрес там играет ну и конечно же да красавица джин тирни хотя у него там роли не очень большая посмотрите обязательно далее я бы выделил фильм с трудно переводимым названием fear makers что-то вроде создатели страха его сделал тоже режиссер весьма и весьма авторитетный это правда уже в 50-е было снято уже попозже но тем не менее эффект тоже от него немалый потому что он не просто опять рассказывает о деятельности коммунистических агентов но показывает как компании по связям с общественностью и как сам американская демократия как собственно говоря американская система оказывается беззащитной перед воздействием из вне поэтому тоже очень советую вам этот фильм посмотрите вот повторяю fear makers жак турнир знаменитый режиссер его снял далее тоже в 50-е годы и фильм который действие которого происходит уже за пределами соединенных штатов это тайные пути secret ways в оригинале экранизация элистера маклина которому в общем не особенно везло в кино но вот это на мой взгляд его лучшая экранизация конечно же там мы есть некоторые так скажем параллели и заимствование из классического фильма третий человек но в целом как разоблачение советского коммунистической системы там правда дело в венгрии происходит и показ того что венгерские снято было в конце 50-х значит да и значит уже после 56 года и показывает он то как антикоммунизм должен противостоять тоталитарной системе ну еще это сопровождается таким вполне себе авантюрным сюжетом все это фильме есть и фильм который может послабее чем эти три но который тоже вам порекомендую тоже с 50-х годов это большой Джим МакЛейн снял как раз там Джон Уэйн сыграл и рассказывает он о Эдвард Людвиг или Ладвиг его снял как угодно произносить фамилию рассказывает он о деятельности как раз следователей комитета по расследованию антиамериканской деятельности на Гавайях как я уже сказал послабее но тоже мы видим с вами как коммунистическое проникновение отражалось в кино как оно разоблачалось и финальный монолог кстати фильм это даже без особого хэппи-энда потому что в финале герой Уэйна рассказывает о том что коммунисты и враги Америки используют американскую систему чтобы защитить себя и разрушать Америку изнутри поэтому хотя бы ради этого монолога стоит фильм посмотреть ну и в 60-е и 70-е антикоммунизм из моды стал выходить пошел этот национальный мазохизм особенно с конца 60-х Уэйн тот же самый пытался противостоять и в фильме зеленые береты там есть в начале тоже один из персонажей произносит такой очень основательный достойный монолог о том почему необходимо воевать с коммунизмом но в целом возвращение такой антикоммунистической темы оно случилось только в 80-е годы и опять это связано с нашим негласным героем сегодняшнего разговора Рейганом и здесь ну преобладала такая ну наверное более развлекательная что ли уже структура фильмов это были не столько вот такие мрачноватые нуары даже с какими-то элементами того что мы сегодня назвали артхаусом это в основном были боевики про то что коммунистов где бы они не были надо обязательно уничтожать ну в принципе не поспоришь на самом деле я здесь наверное прежде всего отметил бы красный рассвет Джона Майлиуса Майлиус человек вообще такой противоречивый интересный но фильм снятый им действительно достойный он в принципе снял не так много но как экшен режиссер был очень сильный и красный рассвет который воспроизводит ситуацию когда Америка подвергается атаке со стороны Советского Союза он в общем-то остается как раз одним из самых лучших произведений на эту тему еще у него был фильм уже на 91-го года полет нарушителя один из немногих фильмов который с симпатией показывает американскую армию во Вьетнаме за что тоже спасибо ну и было было еще такой любопытный постановщик как Джозеф Зито он снял в частности примерно на те же темы что и красный рассвет фильм вторжение в США но он более развлекательный там Чак Норрис практически в одиночку побеждает всех но у фильма очень интересно как часто бывает чисто развлекательный фильм вдруг оказывается пророческим потому что там показывают как Америка разрушается перед вторжением потенциальным террористическими атаками и расовыми столкновениями изнутри то есть когда я смотрел на то что происходит в 2020 году то я фильм Джозеф Зито вторжение в США вспоминал не один раз ну еще у него был фильм тоже про Вьетнам это пропавшие без вести первая часть и такое весьма любопытное зрелище я считаю зря его в американском кино не стали развивать было бы интересно это попытка создать знаете такой правый антиколониальный экшен то есть известно что левые любят снимать фильмы о том как несчастные чернокожие там еще кто-то противостоят ужасным белым капиталистическим угнетателям а вот несколько фильмов ну Красный Искорпион пожалуй самый известный еще может быть третья часть именно третья Рэмбо они показывают что империалистами и колониалистами коммунисты а черные или там афганцы они противостоят вот этому самому империализму и колониализму ну и соответственно главный герой американец он им помогает в этом другое дело что в Красном Скорпионе там еще есть и кубинские злодеи и более того один из главных негодяев у него кубинская фамилия Заяс и советскому и российскому зрителю смотреть сцены где персонаж Лундгрена кстати русский который переходит на сторону повстанцев отстреливает коммунистов с криками где Заяс но это почти когда своеобразная версия ну погоди но это развлечение но тем не менее вот эта вот идея такого правого антиколониализма она была интересна ну и еще наверное упомяну я такой фильм как Хануйский Хилтон Лайонова Четвинда он появился тоже на волне серьезных драм в Вьетнаме которые были вызваны к жизни взводом Стоун мерзавец редкостный но тогда был неплохим режиссером ничего не могу сказать и хотя я конечно же не вполне согласен с его оценками но то что он вызвал действительно к жизни вот этот вот интерес к вьетнамской теме это он молодец отдаю ему должное но вот из тех фильмов которые на разные темы тоже обсасывали то что во Вьетнаме как все было плохо это фильм Хануйский Хилтон потому что он рассказывает о военно-пленных и показывает их героями но героями которые люди и которые да могут перед издевательствами естественно сломаться но главное что и вьетнамские коммунисты и их американские союзники наверное единственный фильм где Джейн Фонда она там под другим именем выведена но абсолютно узнаваемо показана мразью каковой она являлась и является поэтому очень тяжелый фильм очень мрачный но который показывает что такое действительно коммунизм и почему американцы должны были с ним в Вьетнаме сражаться но в 90-е да когда вроде бы рухнула советская империя и стало понятно что как бы казалось что это была ошибка естественно но тогда поэтому даже не стало понятно а стало казаться я лучше так сформулирую что уже коммунизм не является угрозой а он просто стал вылезать в разных других видах тем не менее ну в 21 веке на мой взгляд каких-то в Америке подчеркиваю уж таких действительно значимых серьезных фильмов которые были бы посвящены коммунистической угрозе их не было и даже экранизации Кленси стали так сглаживаться хотя кстати да на антикоммунистические темы был выпущен только еще в конце 80-х охота за красным октябрем хороший фильм да а нулевые уже стали выпускаться какие-то бредовые фильмы и в 10-е и 20-е по Кленсе где от его и исламских террористов естественно стали убирать и вьетнам стали убирать ну и в общем даже не будем на эту тему говорить поэтому сейчас антикоммунистический кинематограф в Америке конечно же в упадке посмотрим что будет после фильма Рейган к сожалению у меня нет уверенности что будет возрождение но тем не менее вот эти фильмы которые я перечислил я бы вам настоятельно рекомендовал посмотреть их больше да и мы может еще вернемся но пока посмотрите то что я назвал ну и прежде чем перейти к европейским ну наверное нам есть что обсудить о перечисленных мною фильмах я весь внимание но техника не всегда быстро срабатывает вот да перед тем как поговорить о Европе в большей степени я думаю всех американских наших зрителей слушателей конечно волнует американское в первую очередь тем более что тренд задает по прежнему Голливуд Америка и вот если говорить о том что о той печальной ситуации на самом деле вы уже упомянули что 21 век особо таки ничего не принес такого чтобы можно было даже обсуждать наоборот многие люди открывая вот те или иные платформы там Netflix предположим Амазон вот начинаешь я по себе знаю начинаешь что-то искать и идешь куда-то дальше дальше а потом еще выясняется что это уже снято уже я имею ввиду снято с платформы это уже не актуально это уже все вот я не говорю что это та самая классическая культура отмены но тем не менее и ожидание от фильма о Рейгане конечно большое особенно у тех кто помнит его как выдающегося президента но с другой стороны мы знаем как логко иногда те или иные фигуры рихтуют меняют и и собственно потом они вы выходят совсем далекими по сути от того какими они были Иван как бы то ни было я понимаю что мы в описании обязательно выставим то что вы рекомендуете тем более это постоянная просьба наших зрителей читателей и слушателей о том чтобы можно было потом посмотреть и так или иначе все-таки прогноз насколько вот в таком загоне долго вот по вашему мнению ведь в истории все повторяется так или иначе может прибывать американский кинематограф состоится ли какой-то прорыв и видно ли хотя бы вот не обязательно даже по антикоммунистическим фильмам по любым вот какой-то смена вот этого гнусного тренда после которого вот со всеми этими я не хочу перечислять всем известно процентовки там и прочие вещи кто должен быть в кадре того можно там цветом поменять там и прочими вещами вот если на то надежда по вашему пока к сожалению я ее не вижу потому что ну естественно да есть такое мнение великого великого сиониста и психиатра макса нардау что любое творческое объединение это всегда означает признание своей слабости кстати если посмотреть на европейские объединения то он был абсолютно прав потому что какая-нибудь там датская догма или даже французская новая волна они реально за исключением одного французов один два человека у датчана и вообще там никого не вижу талантливых они вот просто сбились в кучу и стали считать талантливым но когда люди объединяются чтобы защищать не какие-то там непонятные находки творческие а идеи тогда что-то может получиться в голливуде была довольно сильная в 40-е 50-е годы ассоциация по защите американских ценностей и уэйн туда входил и сэм вуд замечательный режиссер и автор раз уж без рейгана мы не можем лучшего фильма с рейганом кингс роу он правда не про коммунизм но кто рейгана любит но этот фильм не видел сразу после нашей беседы срочно смотреть лучшая его роль в кино так вот да и сэм вуд он тоже был антикоммунистом но сейчас в голливуде люди просто боятся говорить о своих взглядах если они консервативные люди там есть какие-то такие объединения друзья линкольна насколько я помню голливудские республиканцы но кто в них ходит почти не знаю там а те кто есть а их почти не их единицы но они есть слава богу что они есть потому что хотя бы есть ощущение что голливуд не не какая-то единая биомасса с вот не то что с левым уклоном а просто в этом в этой левизне как как котле варящиеся и и участвующие еще причем активно каких-то политических вопросах что не сильно особо умным актером и не только актером но и режиссером и и и и даже оператором делать вообще-то не обязательно совершенно совершенно верно и к тому же когда вот эти люди они еще берутся за фильмы якобы об истории то в результате они искривляют очень сильно представление людей о том что было на самом деле у историка эндрю робертс английского правда есть очень хорошее определение что фильмы американские вьетнаме они могут очень хорошо сделаны как бы сразу здесь оговариваю речь идет не о каком-то профессиональном уровне даже наоборот этот уровень бывает очень высокий и это скорее плохо в данном случае но вот робертс говорил что в войне во вьетнаме мы судим по фильмам которые являют собой как он так выразился садомазохистские фантазии режиссеров они реальное положение вещей так оно и есть ну или то о чем я вы знаете в моем отношении к этому человеку я просто на стенку лезу что большинство людей и молодых и не очень которые смотрят кино скажешь им сенатор маккарте они сразу вспоминают фильм паршивца клуни да спокойной ночи и удачи который опровергнут историками где доказано что там что это неправда и что кстати говоря кеннеди этого морру который журналисты фильме он показан героем он с ним отказывался за руку здороваться джон кеннеди считая его негодяем за то что тот сделал с маккарте ну вот но люди воспринимают историю вот так вот это тоже очень и очень плохо и поэтому противостоять такому естественно надо и опять рейган это хорошо но надо снимать больше про наших про голду отара про то уже я не знаю про маккарте ну тут говорю я целая галерея ведь даже если взять кому-то захочется плейлист полистать и те эфиры где и вы так или иначе понятно что в течение передачи одной даже сложно со всех сторон все со всеми фактами имеющимся и с комментированием и тех книг и всего что связано с чеком рассказать подробно но тем не менее даже если людей которых мы уже успели вот так рассмотреть какой-то степени с увеличительным стеклом то есть о чем и о ком ну 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 я понимаю что кому-то другая героизация интересно там предположим я жду когда фонтаном фильмы польются новым героем американском джорджи флойди там и про и прочих таких великолепных людях ну понимаете это я посмотрите про кеннеди снимают завидным постоянство про и со знаком плюс про рузвельта тоже снимают играл его даже замечательный билл мюррей это уже значит персонаж становится вам симпатичным про гинсберг сняли судью насколько я знаю про судью маршала сняли про судью например скале нет как про судью борка про никсона то что снимают ну он там выглядит не будем говорить обязательно со знаком минус это да и так далее поэтому здесь как бы тоже вот это вот однозначное восприятие что снимают только про либералов или про героев либерального сообщества а консерватор если попадают на экран то как ужасные злодеи даже не обязательно консерватор тот же никсона ну не совсем был консерватор но вот раз он антикоммунист то все должно быть плохо вот так и работает к сожалению может мы вывод такой сделаем что вообще может кино для большей степени для людей либерального склада ну да но это не всегда же так было видеться если посмотреть очень многие старые фильмы аполитичные 40-х 50-х годов то смотришь и радуешься умели же делать мужчины похожие на мужчин женщины похожие на женщин самое страшное это если те кто-то пожалеет потому что ты должен всего добиваться самый не искать жалости и не рассказывать про то что сто лет назад с твоими предками случилось и поэтому ты страдаешь и так далее есть было это но увы вот то что разумать начало размываться в те же сороковые годы и к сожалению не удалось это остановить хотя вот была попытка я не рассказывал в пятидесятые а 60-х годов просто хлынуло уже этим мутным в прямом смысле слова потоком сейчас да не представлю как это можно развернуть и остановить знаете еще там десятилетия назад это слово никак не воспринималось на слух ну по крайней мере в русском языке тренды да а сейчас мы все время его сами употребляем но вынуждено потому что так как она подходит под то что мы обсуждаем потому что вот тренде сейчас явно не те фильмы и и те идеи которые мы каким-то образом пытаемся с какими мы солидаризуемся в какой-то степени и пытаемся вам донести господа почему о понятным причинам есть другая сторона она всегда более активная она в большей степени умеет то есть условно говоря public relation либералов и консерваторов это как говорили в одессе две большие разницы то есть там умеют и понятно что за десятилетия сформировано уже определенная определенный взгляд и да и если вы преподнесете нынче что-то другое но допустим вот есть в жизни его гомофобы есть 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 но есть но есть но что теперь они не ходят с топорами там я не знаю с арбалетами или чем-то не отстреливают неугодных и но они по жизни такие вот они вот так видят мир но много вы найдете явных гомофобов вообще вот где-либо в изображении в кинематографе допустим но знаете на эту тему тоже сейчас старые фильмы про которые я говорил они уже начинают тоже казаться верхом смелости даже из-за шуток на темы полу вот рассматривал я недавно как раз сама вуда я упомянул его фильма с братьями маркс не пугайтесь карла среди них не было братья маркс это замечательные комики которых я очень люблю и регулярно их пересматриваю и значит фильм день на скачках тридцать седьмого года насколько я помню там есть сцена где персонажи грауча маркса пытается соблазнить некая зловещая блондинка а персонаж чика маркса пытается этому помешать и под видом детектива отельного детектива он врывается в номер и говорит нам сообщили что у вас в номере женщина на что граучу отвечает ну если вам соврали то я потратил 30 минут своей жизни зря ну в принципе просто очень смешная шутка и ничего такого но с точки зрения дня сегодняшнего а нет ли здесь трансфобии какой-нибудь или гомофобии или еще какой-то фобии уже не знаешь вот именно и впору да сейчас естественно у кого-то мелькнет буквально публикация последних дней когда эллон маск не последний человек в на в нашем современном мире вот буквально прокричал то что случилось его семье правда эта трагедия для него и он с ней поделился и сказал что он с этим будет сражаться но это маска в основном то ну мягко говоря смиряются кушают это и понуро плетутся дальше вот что если уж говорится что слегка а может и не слегка удручает что какие-то вещи наверное нельзя не замолчать и какие-то явления жизни они должны отражаться в кинематографе и должна быть борьба идей в конце концов никто же не говорит что все абсолютно фильмы должны быть одного консервативного направления все и дело что как бы когда мы возмущаемся тем что слишком много левого кино это не означает что мы его хотим запретить вообще то есть естественно заведомую пропаганду какого-нибудь там полпота или че гевары ну не знаю запрещать или нет но по крайней мере я бы ставил уведомление что че гевары это вообще-то массовый военный преступник по военный преступник вопрос другой в каком виде вы его изображаете если вы ему асану поете и мы и показываете как он на майках по всей по всей планете по сей день как бы это другой вопрос но в принципе то мы возмущаемся тем что не соблюдается баланс то есть выпустили они фильмы про то какой хороший кеннеди на здоровье покажите мне фильм какой хороший маккарте тем более они были друзьями о чем я не раз говорил кеннеди и маккар это это иван это вы знаете и знают благодаря вам может быть какое-то число а когда у вас все идет вот в одном направлении то тогда естественно начинаешь смущаться выражать удивление неудовольствие и либо вы создаваете этот баланс либо вообще не трогаете политику в кино ну никак но этого не происходит и даже когда порой смотришь фильм который вроде бы аполитичен ну вот например недавний хит который у меня вызвал стойкое отвращение хитмен наемник называется его очень хвалят но как бы в чем смысл что главный герой он выдает себя за убийцу и помогает полиции выявить тех кто его заканул на его нанимает почти все его наниматели в фильме белые заочные таким исключением полицейские положительные это черные женщины а злодеи это белый полицейский ну во первых это и об этом тоже это предсказуемо то есть если в фильме какой-то элемент детективной интриги и появляется белые который отпускает российские шутки является полицейским вы знаете он будет злодеем все это уже все понятно это вроде бы нет опять же кримую политики но вот вам это внушается что черные латины геи это все обязательно положительные по-другому не может быть белые гетеросексуальные мужчины это обязательно плохо правильно а одно десятилетие достаточно вот подобного вот опять применю это слово тренда в кинематографе чтобы у тех кто на этом растет а мы знаем кто больше всех посещает кинотеатры друзья да это да та самая подростковая это наша поросль которая вот растет и она растет вот на таких вот фильмах после чего ну плюс еще образование в школах и и прочие вещи и прочие cnn sms nbc которые тоже всегда если преступник вдруг оказывается определенного цвета то тогда это будет на всех каналах с утра до ночи если не очень выгодно то то мы еще на третий день только услышим он был потому что обязательно этот момент будут обходить значит мы уже понимаем если обходят значит явно почему не хотят говорить и вот в этом есть идиотизм ситуации и более того что уже у людей формируется искривленная совершенно картина мира а она вот через искусство вот так влияет на то что формируется в сознание человеческое именно так потому что конечно же те люди кто кино смотрят они под его влияние подпадают я не очень это зависит человека тут всякое бывает не очень верю в теорию что все кто там условно говоря смотрит ужасы и боевики все садисты и негодяи по себе правда сужу я люблю фильмы где много стреляют и люблю хорроры в жизни я насилие не переношу говорю сразу но то что фильмы которые вы смотрите в определенном возрасте они накладывают отпечаток мне всякого сомнения и я смотрел там в эпоху видео салонов но вот те фильмы которые вам рассказывал 80-х годов антикоммунистические но видите что выросла как говорится естественно все это было подкреплено потом и чем-то более интеллектуальным но то что тогда вот этот образ америки как страны где черные и белые рядом против коммунистов против злодеев и что под американским флагом и уважение вот именно к этой америке а никто и где этот флаг сжигают и ноют о себе да это на меня отложил отпечаток я это не отрицаю и немало о том не жалею кстати говоря более того нельзя быть может быть так уверенно говорить но я считаю что эти фильмы были правы и я был прав что пошел за ними а не за антиамериканской пропагандой в советских школах а в америке сейчас к сожалению порой такого выбора нет вспомните антиамериканской пропагандой мог выбрать телевизор из школы где мне рассказывают одно или видео салоны и сам издат где мне рассказывают немного другое или трогательная история некоего такого певца по фамилии рид по имени дин который вызывал восторги девически не только девически но вот собственно если на нем кто-то стал человеком который абсолютно на 180 градусов и нового содержания чем вы то тоже спасибо дин рид доигрался потому что хотя смерть его до сих пор под вопросом но люди которые его знают и даже на российском телевидении когда это было можно говорили что он хотел к социалистического рая бежать потому и умер вдруг соскочить как говорится до не успел хорошо иван у вас есть немного времени совсем немного может мы просто сделаем такого вроде блица по европейскому и чтобы были какие-то названия которые могут тоже помочь нашим зрителям свой досуг разнообразить этим летними вечерами днями у кого уж как ну да в европе тут надо ими понимать что в западной европе антикоммунистического кино мало к моему разочарованию в британии его почти не было и наверное вам назову только фильм кто рискует побеждает 80-х годов опять 80-е где стоит ставится знак равенства между борцами за мир так называемыми террористами а порекомендую вам два французских фильма жанна янна это комедии но они весьма и весьма тоже актуальны один называется китайцы в париже и он хотя сам жан ян ни с какой стороны не консерватор скорее такой левый анархист но высмеивал всех так вот в фильме китайцы в париже рассказывается о том что как бы себя вели французы если бы коммунисты китайские захватили францию и издевается ян гораздо больше над французами хотя вот сцена где в грана пера ставится коммунистическая версия оперы кармен это я считаю гениально хотя бы ради этой сцены надо смотреть фильм и у него есть фантазия очень язвительная на темы французской революции свобода равенства кислая капуста в начале 80-х этот фильм был снят он пророчески потому что там представьте себе открытым текстом говорится о том что левые и исламисты объединяются потому что там арабские шейх какой-то ну или правитель приезжает перенимать опыт у французских революционеров и в конце фильма марат который выживает повторяю фантазии и вот этот самый арабский правитель они объединяются и устанавливают во франции такую вот лево исламскую диктатуру удивительно пророческий фильм посмотрите его обязательно ну и у западных фильмов даже у тех о которых я говорил у них есть все таки одна проблема у американских очень часто в американских это очень часто происходит что заменить коммунистов можно на любую другую враждебную силу а вот именно то того что это действительно коммунисты как злодеи как и какая-то сила идеологическая этого все таки ну не всегда происходит в немецких фильмах можно что-то подобное увидеть но жизнь других естественности кто еще не видел хотя у меня там есть некоторые сомнения по поводу драматургической структуры но фильм достойный и недавние тоже мне приятно удивило что вот немцы все таки немного понимают все таки что такое был коммунизм в их прошлом два фильма конца десятых годов это молчащий класс и воздушный шар вот там да тоже показано как работает тоталитарная коммунистическая система и поэтому фильм очень достойно ну и конечно мои любимые восточные европейцы прежде всего это поляки вот кто реально знает что такое коммунизм я несколько главных польских антикоммунистических фильмов называл когда у нас была еще в декабре передача сейчас я только вам быстро напомню но естественно увайдет катынь валенцы человек из железа и естественно это комедии станислава барея которые высмеивали коммунистические особенности и еще я бы полковник витковский тоже этот фильм называл и недавний фильм который на произвел очень сильное впечатление 23 года хотя предупреждаю тоже очень тяжелый для просмотра это рапорт пелецкого но вы сами понимаете о ком фильм о замечательном человеке пелецком кшиштова лукашевича потрясающий фильм хотя досмотрите его до конца стоит в общем немалых усилий но стоит это правда сильно у чехов такое поляки они пожестче посмелее у чехов ну после того как их танками подавили многие уехали поэтому там и многих заставили перековаться но тем не менее если вы посмотрите например ухо карла кахина то тоже показывает паранойю которая охватывает любое тоталитарное в данном случае коммунистическое общество поэтому наверное главным образом у чехов я вам именно этот фильм и порекомендую ну и очень есть смешная венгерская сатира свидетель конца 60-х годов там тоже понятное дело что режиссер постарался сгладить острые углы и как бы показать там плохие коммунисты хорошие коммунисты но этот фильм остается главной такой венгерской антикоммунистической сатирой даже через сколько уже там через 55 лет поэтому свидетеля посмотрите в обязательном порядке на одну и чтобы уже закончить краткий наш азию сегодня не будем трогать с вами может другой раз а с европой чтобы закончить в сербии но тогда это еще была югославия был подъем кинематографа после смерти товарища тита и в 80-е годы выходило очень много фильмов которые ну так или иначе были весьма критичны по отношению к тому что в сербии югославии происходит я вам порекомендую два это фильма балканский шпион который показывает вот просто что такое паранойя ненависть ко всему чужому и кого что она превращается в коммунистической системе потрясающий фильм посмотрите обязательно он и смешной и страшные одновременно и фильм там два режиссера божидар николича и душин ковачевич и бата стойковича гениальный что и актер главные роли и фильм с длинным названием как меня систематически уничтожали идиоты слободана шияна это то что каждый из нас сегодня может сказать сходив в кино на современный фильм а вот фильм шияна это сатира разом на официальный социализм на якобы молодежные бунты и на одиночек которые там обожествляют че гевару и ему подобно я считаю тоже потрясающий фильм восемьдесят третьего года посмотрите его обязательно поэтому вот у сербов эти два фильма так что я знаю многие к восточному европейскому тем более к восточноевропейскому кино относится так со скепсисом но вот в том что касается понимания коммунизма и его опасности здесь наши восточноевропейские товарищи паны братушки как угодно их называйте тут они все-таки понимают немного лучше чем американцы англичане или францию вот наверное такой блиц хорошо я думаю что эти все названия мы пропишем конечно это несомненно и еще раз хотел бы сказать о том что вот тематика почему именно сейчас разговор мы провели вроде бы о кино но вы прекрасно понимаете что проекция все равно идет на нашу жизнь и актуальность борьбы с коммунизмом она нисколько не ушла на второй или на какой десятый план это все то чем мы сталкиваемся как не печально это признать и в соединенных штатах и в европе и в то и в тех странах которые вроде как европа но еще и азия и тем паче когда мы обращаемся ко всевозможным режимом будь то северная корея венесуэла там и и и же с ними вот отсюда и обращение именно к этому потому что конечно нам бы наверно было по-своему приятнее веселей говорить о прекрасных комедиях но почему-то тоже прошлого в большей степени потому что идея о том что коммунизм это сегодня идея уже отмершая и не на нее можно махнуть рукой увы нет нет гарри джафа замечательный американский философ и историк он говорил что главная проблема падения советской системы это то что у коммунистов как ни странно развязаны руки потому что раньше они как бы то что творилось в советском союзе это была ассоциация которая мешала а теперь они свободны они могут коммунизм не привязывать к советской системе а как угодно его впихивать в мозги граждан и более того если когда-то социалисты считались порой даже врагами коммунистов то сегодня они идут единым фронтом мы все это зале более того скажу что у некоторых какие-то там странные ностальгические картинки возникают память человеческая так интересно устроена что вся подлость вся вся гнусность режима я уж не буду остальными глаголами жечь она вроде отходит на второй плана на первый выходят всевозможные пломбиры по 19 копеек ну и и и прочее дребедень бесплатная медицина бесплатная мы знаем какая это это долго с конвертами для врачей и с бутылками да 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 с бутылками с анализами понимаете совсем другим наполнением совсем другим то есть мы сейчас не будем переходить на это особенно людям старшего поколения понятно и без наших таких не ностальгических далеко воспоминания но дело в том что увы то что куда-то далеко уходит оно меняет даже у людей здравых картинка меняется что уж говорить о тех кто вообще никогда этого не знал не представлял и до них вот вращающая глазами пышущая ненавистью к чему-то там и взывающая справедливости как она ее видит даже акасия кортес ну вот вот вам пример того что может родиться уже и в америке в современной хорошо тут я оставлю многоточие иначе мы уйдем в долгие рассуждения на эту тему чем хотел бы закончить во первых естественная опять строчку запущу о том что каналу помогите и подпиской не забывайте нажать колокольчик перепостами донатами будем вам признательны почему потому что это поможет нам вообще просто не просто выжить но и развиться как учитывая я уже устал повторять что наш канал подвергался и подвергается весьма суровым ударом так судьбы и нет и прилетает от конкретных вполне работников доблестного ютуба и и же с ними так вот ваша помощь каким-то образом поможет нам просто быть с вами долго и помимо этого есть то о чем говорил и вам значит это будет в описании дело в чем что если вы и здесь проявите некую активность то мы обещаю вам во первых а достанем какие-то убитые те эфиры где-то найдем исходники работаем над ними понимаете для того чтобы это все делать опять вот нужна ваша поддержка потому что перезаписывать что-то уже прожито проговорено и еще хочется о многом другом рассказать поэтому давайте договоримся что все те подписчики которые к ивану придут они обеспечат тем самым появление вот такого контента у ивана ну а уже где-то совсем потом мы поставим и в континенте тоже чтобы оно просто было в том самом плейлисте иван не возражаете ни в коей мере полностью поддерживаю такую инициативу и еще раз повторяю что и континент уж поверьте мне и тем более я мы независимые но в наших суровых условиях независимость подразумевает взаимодействие с вами и вашу помощь да абсолютно иван как всегда рад был этому разговору и на очереди вот тот самый третий сенатор дальше мы посмотрим опять господа ваши отклики имеют значение не только жизнь упомянутого мной сегодня к месту или нет не знаю господина Георгия Флойда но тем не менее пишите и кстати это в какой-то степени иногда определяет и тематику наших эфиров и наших выступлений и обещаем вам что если будет что-то что требует и ответа и комментария то за нами не станет дела будем отвечать будем комментировать в общем я думаю на этом мы и оставим сегодня точку всего доброго до встречи у и и и и и и и и